Всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите программу Ньюз Тайм на канале Бридж Ти Ви. Самые свежие новости о мировой музыке, какие события оказались самыми интересными, мы расскажем в нашей программе. В этом выпуске Тейлор Свифт снялась в фильме и рассказала о добре и зле во всем мире. Оззи Осборна хотят посвятить в рыцари. Долгожданный клип Иги Азальи и Риты Оры по мотивам фильма «Убить Билла». А также почему Селин Дион перестала петь и многое другое. После своего музыкального успеха певица Тейлор Свифт продолжила пробовать себя в мире кино. Сейчас на экраны выходит новая картина с участием певицы. И кстати, к традиционному образу Тейлор Свифт она не имеет никакого отношения. В свои 24 певица Тейлор Свифт проявила себя как никто другой. Успела получить более 100 премий, среди которых 7 Грэмми, продать десятки миллионов синглов и альбомов и даже закрутить роман с участником One Direction. Еще одна страсть певицы – съемки в кино. В конце лета вышел уже седьмой фильм с участием певицы под названием «Посвященный». В фантастической картине идеальное будущее мира. Нет ни войн, ни болезней, ни страданий. Мир кругом сер и однотипен. На недавно прошедшей грандиозной премьере фильма в Нью-Йорке певица делилась своими ощущениями от сюжета. Фильм о том, какой должна быть жизнь и как нужно ее ценить. Да, среди нас много грусти и негативных вещей, которые с нами случаются, но все это уравновешивается страстью, счастьем, наслаждением, которые мы испытываем. Переплюнуть свои музыкальные достижения в кино певице, правда, не удалось, так как в картине она играет не главную роль, что, впрочем, певицу, кажется, не сильно расстраивает. Не отстает и молодая певица Кимбра, исполнительница хита «Вместе с Готье». У певицы выходит новый альбом, вот только уже без своего прежнего напарника. После Грэмми я была полна амбиций. Мы поговорили с Готьей и решили, что у нас нет желания пытаться всеми силами удержать какой-то определенный момент в жизни. Сейчас настали другие желания и другая жизнь. Впрочем, на пластинке новозеландской певицы появятся коллеги и посильнее, например, Джон Ледженд и вокалист группы «Мьюз» Мэтью Беллами. Живая легенда Оззи Осборн, в этом году приезжавший в Россию в составе группы «Блэк Саббат», также скоро отмечает 35 лет с момента начала сольной карьеры. По этому поводу поклонники певца собрали петицию по посвящению Оззи Осборна в «Рыцаре». «Рыцарь Оззи Осборн» звучит невероятно, особенно учитывая уже знакомый миру образ музыканта в лице «Князя Тьмы» и вообще одной из главных рок-звезд всей планеты. Впрочем, по недавним заявлениям музыканта, разгульный образ жизни остался в прошлом. «Я отец и муж, так что сейчас я во многом остановлюсь в себе». Да и выслуга лет на рок-сцене у Оззи Осборна внушительная. Одной только сольной карьере музыканта скоро исполнится 35 лет. В итоге, по инициативе одной из фанаток, на специальном сайте были собраны подписи для петиции по посвящению Оззи Осборна в «Рыцаре». Феноменальная победа в нашей компании. 21 071 подпись в сумме. Сообщается, что петиция должна помочь Оззи получить престижный титул «Рыцаря». Кстати, сам музыкант заявил, что это было бы здорово. Но и расстраиваться, если этого не случится, Оззи не собирается. А теперь обзор тройки победителей чарта самых актуальных мировых видеоклипов топ-10 на канале Бридж ТВ на прошлой неделе. Лето почти закончилось, но хиту Джейсона Дерула это совсем не мешает подниматься вверх в нашем чарте. На прошлой неделе певец открывал тройку лидеров. Яркое открытие этого года в лице певицы Кайзе тоже прибирает к рукам лучи славы. Хит «Хайдуэй» смог в прошлый раз добраться уже до второго места. Колумбийской поп-диви Шакири все ни по чем. Певица по-прежнему прибывает на первом месте. Как сложатся судьбы самых актуальных мировых видеоклипов на этой неделе смотрите в текущем выпуске программы ТОП-10 на канале Бридж ТВ. Тем временем одни из самых перспективных молодых певиц Рита Ора и Игги Азалья выпускают долгожданное совместное видео Black Widow. Работа успела обрасти зрительским вниманием еще задолго до своего выхода. Дуэт Игги Азальи и Риты Оры вызвал ажиотаж еще до выхода видео. Недаром на премьере песни на крупном фестивале Wireless публика кричит от восторга. А одна лишь песня набрала несколько миллионов прослушиваний и попала в мировые чарты. В общем, налицо надвигающийся ажиотаж. У нас будет сумасшедшее видео со многими другими известными людьми, которые будут играть разные роли. Я очень взволнована. Как-то я увидела ее на YouTube и сразу сказала, хочу, чтобы она выступала со мной. Так, три года назад она открывала мои концерты в Европе. Сейчас наш директор один и тот же человек. Мы с ней часто видимся и очень близки. Здорово найти такого друга. Кстати, сама песня изначально была написана Кэти Перри. В общем, сразу три крутые девчонки объединили усилия, чтобы записать хит и в очередной раз покорить чарты. Недавно вышедший клип на Black Widow был снят в стиле фильма «Убить Билла». В ролике, как и было обещано, снялось несколько известных актеров, что должно привлечь еще большее внимание к видео. Тем временем в сети появился, пожалуй, самый милый в истории танцевальный трек, созданный одним из электронных умельцев, который сделал кошачье мяуканье одним из инструментов, да и снял видео. Ролик тем временем набирает тысячи просмотров, а автор обещает продолжить эксперименты с кошачьими звуками в разных стилях. Для поклонников рок-музыки тоже есть отличные новости. Прямо сейчас сразу несколько рок-коллективов трудятся над своими будущими хитами. От кого из музыкантов следует ожидать новинок в ближайшем будущем, сейчас расскажем. Привет, мы Simple Plan! О своих намерениях в скором времени порадовать фэнов новой пластинкой недавно заявили канадские рокеры Simple Plan. Парни недавно отыграли последний летний концерт и собираются запереться в студии, пока не выйдут из нее с новыми крутыми песнями. У нас много хороших песен, но нам нужно еще больше, чтобы вы сказали «О, это просто лучшая ваша запись, парни, вы шикарны!» После выхода записей парни пообещали клипы, концерты и много чего еще. Опередить Simple Plan рискует бывший коллега Курта Кобейна по группе Nirvana Дэйв Гроул и его команда Foo Fighters. Как рассказал лидер Foo Fighters, работа проходила в привычном для группы графике. У нас отлично выходит так — выпустить альбом, поехать в тур на год или полтора, потом вернуться домой и отдохнуть, вдохновиться для следующего альбома, потом записать его и снова все повторить. Потому что я не могу не быть в Foo Fighters. В грядущий альбом рокеров Sonic Highways войдет 8 песен, которые были записаны в 8 разных городах, а пластинка выйдет с разными обложками, посвященными каждому городу. От Селин Дион новости совсем противоположные и более грустные. Певица заявила об уходе со сцены, но, к счастью, лишь на время. Селин Дион сообщила, что причиной стали проблемы со здоровьем ее и мужа, а также желание побыть с семьей и детьми в трудную минуту. Я певица и я мать. И мне нравится петь. Но материнство для меня — самый большой подарок в жизни. Певица отменила все ближайшие концерты и извинилась перед поклонниками, попросив понять ее положение. И на сегодня это все музыкальные новости. Самые свежие видеоклипы вы всегда можете увидеть в эфире канала Бридж ТВ, а последние музыкальные новости в программе Ньюз Тайм. С вами был Андрей Галтеев. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...